ОНЕГО Легкими мазками, линией и цветом, игрой объемов и текстур зашифрованы культурные коды. Они настолько явственны, насколько и неуловимы, и это ошеломляющее сочетание мягкое и неотвратимо погружает в особое состояние. Здесь хочется остановиться, хочется впитывать глазами красоту и простоту, слушать, что шепчет северный ветер. И ощущать сердцем тот пульс, что всегда присутствует в тех местах, которые создавались душой. Как же рождалась ОНЕГО? Прошлогодней весной состоялась первая презентация комплекса. Культурным откровением стала концепция ОНЕГИ и ее визуальное воплощение. Строительство как искусство, манифест новой эпохи городотворчества провозгласила группа компаний Стрижи, совершив эволюционный переворот не только в строительной отрасли, но и в архитектурном облике Новосибирска. Это не просто история творческого поиска или история профессионализма. Это история рождения объекта искусства, честная и целостная с самого начала. А начало свое она взяла там, где сохранились еще наша культура, традиции и наследие. Русский север Его величие и простота, сочетание душевности и мощи стали источниками вдохновения. Карандашными эскизами от руки, морозными узорами, проживанием каждого этапа сплеталось культурное наследие с современными технологиями. Вырисовывались имя и образ. Образ настолько узнаваемый, что второе знакомство города с ОНЕГОЙ стало культурным потрясением. Всего через полгода после первой презентации ОНЕГО, как невеста в ожидании встречи, в белоснежном убранстве встречала первых гостей. Удивила не только точность совпадения деталей проекта и его воплощения в реальности, удивила абсолютное проживание того, что еще на этапе строительства ты полностью проникаешься этой атмосферой, «Словно ты уже попал домой». То пространство, что впервые познакомило город с ОНЕГОЙ, уже встречает своих жильцов. Еще пять месяцев назад здесь тихо переговаривались журналисты, художники, артисты балета. А сегодня эти стены примут свою семью и станут для нее любимым домом. Получение ключей. Новая страница. Новая веха в человеческой судьбе. Это то, что мы ожидали, на самом деле, потому что мы долго-долго мечтали о квартире, о доме, а потом решили, что у нас будет, если получится, двухэтажная квартира. Ну, потому что это достаточно такой грандиозный проект. И впечатление, ожидание сходится с тем, что мы сегодня видим. Здесь у нас будут шторы, то есть все это в пол. Вот здесь мы планировали, здесь же мы хотели с тобой аквариум поставить. Да, какой-то большой аквариум здесь. Поставить батарею. Я думаю, это не проблема. Сейчас мы обдумываем, как будет. Вот здесь вот вместо балясин будет возводиться, скорее всего, какая-то стена. И вот за ней будет детская. Ну и, собственно говоря, там спальня. Здесь кабинет. Это действительно то, где мы остановимся. Все. Это другое. У нас нет в городе подобных проектов. Еще один плюс – это район. Потому что мы как заехали, я влюбилась в этот район. Все равно мы ближе к природе здесь. Какой-то маленький мини-город, где мы живем. Поэтому это еще одно было, почему мы посмотрели на Олегу. Действительно, его особенности, его стилистика Олеги мне очень близко. Я думаю, и соседи у нас здесь очень хорошие будут. Хорошие соседи. Носечку-то делали. Тематику. И, соответственно, нам это понравилось. Переехали в прошлую пятницу, но достаточно уже обосновались, пока одни в доме живем. Цепила, в первую очередь, сам факт того, что дома необычные. У нас, как бы, у Новосибирска таких еще нет. Что скошенные крыши, что здесь есть двухэтажные квартиры. В плане того, что конструкции, вот эти вот разные деревянные, да, они напоминают вот именно вот эту вот старину, такие старинные деревни, так сказать. Ну и при этом все современно. Современное прочтение, возрождение и продолжение в Олеге находит культура общения людей, еще сохранившаяся на русском севере. Когда люди держались друг друга, когда соседи дружили домами, когда в чести были понятия взаимовыручка, доверие и совместный труд. Просто потому, что север не позволит иного. 30 апреля мы получили ключи в ЖК Онега. Нас заинтересовало именно расположение домов, такое довольно необычное. Такое ощущение, что на доску просто бросили фишки какие-то, как легли, так и построили дома. Но оказалось, что эта концепция по северной деревне сделана. Сейчас занимаемся укладкой плитки в ванне, поэтому здесь все будет красивенько. Электрику всю в квартире тоже сам протянул, потому что семья молодая, необходимо как-то экономить деньги, поэтому брат приехал, помогает. И дальше уже будем делать и заселяться, надеюсь. Одни из первых будем, только одни пока заселились в квартире. Надеемся, до конца месяца этого тоже заехать уже. И что и нравится еще в этом комплексе, то что здесь контингент такой собрался, подбирается довольно интересный, в плане того, что тут основно молодые семьи, нет какого-то... Примерно один возраст, все активные, все очень любные. Все, кто заселяются, уже приходят, знакомятся, смотрят, что мы сделали, советы какие-то уже давал там на четвертом этаже, ребята ключи получили. Вот уже давал советы по электрике, по выбору плитки, что нужно сделать в первую очередь там. Навеян ли дух добрососедства всепроникающим северным ветром? Привнесен ли талантом, создавших Онегу? Так или иначе, здесь нет случайных людей, здесь нет ретуши. И каждая история настоящая. Мы сами из Красноярска. Год, наверное, искали место, ездили по всему Новосибирску. И когда нам предложили приехать в Онегу, мы два раза сюда приезжали. Классно вообще. Это все индивидуально. Такое ощущение, что приезжаешь куда-то к себе. Мы правда приезжаем к себе домой, а это вообще куда-то в отдельный настоящий дом где-то. Ну, то есть так вот. Деревни. Опять же дома, да, то есть в интересном построении. Вроде бы 10-ти этажки, а они такие уютные какие-то. Не давят. Не давят, да. Все компактно, все аккуратно. И сама территория тоже. Ребята молодцы сделали. Да, мы ждем, когда облагородят уже все до конца, чтобы гулять прям по всему району. Есть ожидания? Надеемся, что они сбудутся. Я думаю, что так, да? Это важно. Да. Соседи важны, это точно. И что, пошел в 3 часа ночи, сказал соседу, дай мне, что уповет. Ну, а он сказал, ну, без проблем. Без проблем в 3 часа, подожди, я сейчас шину разбужу, у меня там где-то под диваном, я достану тебе. То есть, чтобы вот так вот было. Поездка в Архангельскую область. Кропотливая работа дизайнеров, архитекторов, проектировщиков, каменщиков, деревянщиков и даже художников. Эти ручейки кипели, бурлили, множились, чтобы однажды слиться воедино и создать одно общее течение. Единый поток. Новое сообщество жилого комплекса «Онега» на севере Новосибирска. Самое важное, что удалось реализовать все те идеи, которые были заложены при проектировании, при разработке концепции. Из вот этих маленьких мазков, огромного труда, большого количества людей, и сложилась вот эта мозаика. Вот эта россыпь домов, которая здесь присутствует, она позволяет человеку играться с этим пространством, вступать с ним в диалог. Я представляю, как здесь будет интересно детям бегать между вот этими домами, ловить вот эти вот ракурсы. И это какой-то, кстати, вот чем интересен север? Он интересен для художников, прежде всего, потому что там сделал несколько шагов, и открывается новый ракурс. Здесь то же самое. Буквально 15-20-100 шагов, и ты попадаешь в совсем другой мир. Совсем другие ракурсы, и по-другому солнце падает. Тень ложится на фасадах. В общем, здесь постоянная смена экспозиции происходит. То же самое, как и на севере, когда не вот эта пустошь, занесенная снегом, а когда ты попадаешь в обжитое человеком пространство. Эти домики, избы, отражение в стекле, преломление через листву солнечных лучей. Все это пришло оттуда, и здесь полностью реализовалось. Это очень удивительно. Это прям первый раз у меня в моей работе, когда я сам удивляюсь, что получилось. Если картину целиком смотреть, то Онега, она состоялась. Это как зеркало с некоторым искажением в сторону современности, создает вот это ощущение преемственности поколений. Наша история страны, наша личная история каждого человека, кто живет в этом городе, она не на пустом месте. У нее есть корни, есть истоки. Это место силы для нескольких поколений. До Онеги не было создано ничего похожего. После Онеги вряд ли кто дерзнет повторить. Уникальная, необычная на первый взгляд и настолько родная и узнаваемая на глубинном уровне восприятия, Онега не требует особого отношения. Она словно ведет за собой, очаровывает, удивляет и приглашает остаться, как любое одушевленное пространство, как дом, созданный точными решениями, целостным сердцем и открытой душой.